всем привет из копенхагена как ваши делишки сегодня первый день осени 1 сентября и я сейчас вот на станции нё репорт не знаю видно вам или нет но я вам покажу и я сейчас иду на работу у меня есть время я решила пойти немножко другой дорогой показать вам копенхаген в общем давайте пойдем я нахожусь сейчас на такой вот площади около станции нё репорт с другой стороны и вот такая вот красивая улица у нас есть называется пьёльс предлагаю пройтись по ней сегодня я буду снимать на свой canon легрия мини буду стараться чтобы вас не трясло в общем эта дорога которая почти ведет копенхагенском университету и очень красивые улицы здесь тоже эти пряничные домики недалеко от центра так что если вы окажетесь центре копенхагена у вас будет не очень много времени можете погуляться прогуляться по ней какой сегодня план пройтись по этой фиольства показать вам ее и возможно даже пройтись на улицу нюхаун вот смотрите здесь тоже такая возин годы и вот с этой стороны пряничные домики на этой улице в основном бутики кафешки неплохие кафе немножко туда дальше вот такие вот разноцветные домики надеюсь вам это видно будет и будет не очень большая стряска тут у нас какой-то кафе дубаи честно говоря не знаю что это ни разу здесь не было простуженные дети упс так вот можно и погибнуть от голубя какие красивые фонари а вот гляньте какая шляпа наверху прикольно реклама магазина мехов сейчас утра где-то 7 утра начало начало восьмого люди только идут на работу и поэтому копенхаген такой пустой здесь даже есть не так удивительно вот такие вот красивые торты в витринах это кондитерская здесь то есть если на это не настоящие макеты но я думаю при желании вам могут сделать такой же с макронами такие вот красивые розочки а вот какой красивый в жемчуге вау доктор мартинс какие у них прикольные ботинки никому такие не нужны маленькие размеры и для взрослых 1600 в принципе для таких прикольных ниндзя черепашек недорого а вот детские 1200 здесь вот такой вот красивый дворик зайти конечно зайти здесь я думаю даже кто-то живет тут как-то не очень интересно ладно будем идти дальше вот здесь находится дали вале неплохое кафе у которых очень неплохой буфет и конечно же кофе индастрии санкт-петри гляньте какой прикольный домик вот там вот виднеется круглая башня эта улица на ремонте перекрыта для машин но для пешеходов она открыта и вот эта вот уличка называется кристалл геды а сюда пошла все еще фельдстал вот такие вот старые домики ладно наверно обойдемся пройдемся здесь а потом обойду с другой стороны время есть здесь вот сейчас цветочный магазин я смотрю там девушки составляют букеты внизу здесь ювелирная лавка и наверху французское кафе где можно почитать книжки она так называется дэн франске боу кафе гляньте какая красивая плитка с виноградом кстати вот эти все улицы маленькие такие они очень красиво украшены на рождество здесь книги антиквариат тоже кафешка здесь жил людвиг хольберг в номере восемь и вот мы подошли к улице которая называется стойка не кастрала она тоже очень красивая там кафе резрас в которых тоже очень хороший буфет если будете в копенгайне обязательно сходите там недорого и вот это все этот весь райончик здесь находится копенгайнский университет вот куплен давайте так пройдемся туда тоже можно зайти в общем копенгайне только просыпается вот там кто то спит не будем мешать хочу вам это все как-то показать так более-менее вот такая вот площадь здесь фу плец это место называется вот такой вот огромный орел сидит над дверью что я не могу что не сбил здесь ну и вот я сейчас стою напротив это называется ворффрукирке центральная церковь копенгайена Это церковь Девы Марии И здесь на этом месте всегда были церкви, еще начиная с 12 века И вот на этом месте всегда была центральная церковь Копенгагена И все церкви, которые находились на этом месте, они горели до тла три раза И вот эта церковь, которая сейчас стоит на этом месте, она построена в стиле классицизм Она построена где-то в 19 веке И в этой церкви обычно проходят всякие королевские венчания и свадьбы Последний раз здесь венчался принц Фредрик на Мэри, которая сейчас кронпринцесса Постараюсь сейчас обойти ее С этой стороны здание Копенгагенского университета Все хорошо, кроме машин, которые очень-очень гудят Вот такие огромные колонны В ту сторону тоже пошли пряничные домики И обойду ее на другую сторону Я сейчас иду по улице, которая называется Ньогагеде Северная улица Здесь тоже очень много красивых домов Да, они Вот такая красота здесь И вот опять Ворфру Киркия Центр Копенгагена очень милый Я, честно говоря, Копенгаген очень люблю А вот какой еще прикольный дворик туда пошел Здесь у нас пентхаус Ночной клуб для джентльменов В таком красивом здании С пегасом наверху Вот такой вот прекрасный Копенгаген И так тихо и не спеша мы дошли к самой старой площади Копенгагена Которая называется Гамельчорр Старая площадь Вот отсюда и начинался Копенгаген Копенгаген здесь начинался как деревенька, построенная на холме И вокруг этого холма разросся город Рядом с Гамельчорр находится Ньючорр И вместе они образуют стрёгет Вот там вот находится здание суда И вот сюда уже можно выйти на стрёгет На центральную современную улицу Копенгагена У меня есть видео на канале, где я снимала Здесь была ярмарка Новогодняя ярмарка Здесь была установлена красивая такая Или такое красивое колесо обозрения Вон там вот охранники или кто они Из здания суда вышли Красивая кафешка Здесь, как я уже сказала, очень много бутиков И внизу ресторанчиков кафе И вот это вот огромное здание Это суд И, по-моему, там тюрьма пристроена ещё рядом И когда в октябре проходит ночь культуры То они открывают свои двери И можно пройти в суд На, скажем так, показательные слушания Когда там происходит такая ролевая игра Они показывают, как проходит суд И ещё они делают экскурсию в тюрьму Кстати, очень интересно Я когда-то была там Много лет назад Буду идти дальше Главное не забыть пойти на работу Не знаю, по какой стороне улицы идти Чтоб лучше показать город И вообще, я надеюсь, вам меня слышно в этом шуме А, вот, вот, министерство церкви Вот через пару метров Начинаются опять красивые пряничные домики А здесь у нас эспрессо-хаус Ну что, зайти купить кофе? Эспрессо-хаус Очень хорошее заведение Кофе у них, кстати, хороший И недорогой Относительно других кофеев Вот посмотрите, какое здесь прикольное кафе Такие разноцветные у них Баночки Ой-ой, как там красиво внутри Я не знаю, вам видно или нет Или вы видите только меня Но там вот все в таком вот Антик-стиле Немножко восточном Очень красиво Ну что ж, предлагаю идти дальше Кстати, поставили эти машины Строительные работы ведутся И немножко мне тяжело показывать город Но ничего Здесь парикмахерские люди Если вы решите постричься Ой-ой Битва пекинесов Вы когда-нибудь видели битву пекинесов? Я тоже нет Ну какой злой и маленький В общем, собачка не злая, а очень радостная Как мне сказали только что И вот это историческая часть города Здесь везде указатели для туристов Куда пойти и что можно увидеть Ну а я буду идти сюда Ой Просто Истуканы стоят Я сейчас иду по улице Которая называется Робус И посмотрите опять Какие здесь красивые здания Везде припаркованы велики Но это лучше, чем машины Велики более компактные Я даже не знаю Перескакивать мне с одной улицы С одной стороны улицы На другую или нет Но здесь с обоих сторон улицы Очень красивые здания Люди, которые живут в центре города Выгуливают своих четвероногих друзей Вот очень тоже красивое здание Стараюсь, чтобы камеру не трясло Я надеюсь, у меня это получается Более-менее Здесь все кафе только начинают работать Сандвичи можно купить И здесь Эмерис Эмерис это, скажем так, экологическая кофейня У них очень хороший кофе тоже И очень хорошие у них хлеб и булочки Ну, в общем, выпечка у них классная Пройдусь по этой улице По этой столе Я как раз сейчас в районе Стрейла Я вам когда-то, по-моему, про них рассказывала Что в Капинайене есть очень много таких вот красивых маленьких кулачек По которым любо-дорого погулять Вот эта улица называется Мейкс Тхэлла И я вас сейчас по ней проведу Как бы мне так взять камеру Чтобы вам было видно здание вверх до крыш Ну, наверное, вот так вот Посмотрите, какая здесь красота Вот кто-то так вот красиво гормс Это, кстати, очень тоже хороший ресторан А вот как украшено скворечниками все Парковаться здесь нельзя И сейчас утро, здесь никого нету Обычно здесь прогуливаются студенты и туристы А сейчас я одна Просто обалденно Мне бы сейчас кринолин И какую-нибудь накидку Сейчас в этих зданиях в основном офисы Так, велосипед главное не сбить И самое главное не забыть уйти на работу Вот Сейчас забегу в этот дворик Ой, посмотрите, как красиво с этой стороны Номер 10 Мекс.ПА И здесь находится прана-йога ШАЛА Это правда В центре города очень много таких маленьких студий йоги Кстати, они очень хорошие Я иногда у них там векарию Посмотрите, какая красота здесь Та-да-да-да-да Отойду немножко дальше Как все красиво. Гляньте на эту красоту.